Друзья, всем привет! Хочу поделиться своим мнением по поводу резины Горилла и резины Зилла. Сказать немножечко о том, какая в принципе резина идеально подходит, для каких условий. И в целом немножечко рассказать о плюсах и минусах, о той и другой. Я уже раньше рассказывал про Гориллу, но теперь хочу более подробно поделиться про Зиллу, если сравнивать ее с Зиллой. Горилла, реально хочу сказать, что прекрасно гребет в ней. Если Зилла сравнивает, разница проходимости существенная. Но надо понимать о том, что если у нас часто вот такой грунт, то есть это обыкновенная такая почва, там где-то бывает грязь, где-то не бывает грязь. То для Гориллы, конечно же, такая не очень подходит, поскольку все-таки она предназначена больше для того, чтобы месить грязь. Вот, возникает такой момент, как усталость рук. Подвеска, говорит, кричит, вдруг пожале меня, давай потише, чуть-чуть езжай, не гони сильно. Вот, и я решил поставить Зиллу. Соответственно, прокатившись на ней, я почувствовал прям дикий комфорт. И все-таки реально хочется комфорта, нежели тубасить на Горилле. Но Горилла мне, прям скажу, очень-очень нравится. Она выбирается из колеи даже лучше, чем Зилла. Вот на удивление, что показалось. Но Зилла прям дарит дикий комфорт. Вот, на ней, в принципе, средняя скорость сразу же возрастает, можно чуть быстрее ехать. Вот, ну, хочу сказать, в принципе, что она чуть покрупнее, чем Горилла даже, на несколько там буквально каких-то своих сантиметров. Вот, опять-таки, у кого-то есть сомнения, вылазит ли 11-й шириной Зиллы на родной диск, который идет на XMR. Да, спокойно вылазит. Вот, в принципе, в такие замки спокойно встает. Можете ее ставить без переживания. 11-й размер, самый оптимальный. Она в то же время не такая широкая, как кажется. Вот, она, кстати, скажу, поширенит чуть-чуть пошире, чем Горилла. Ну, у Горилла еще зуби такие есть, так называемые, как раз, которые осуществляют... И многие ошибочно считают, что вот этот протектор является проходимой частью. Но, на самом деле, нет. У Гориллы именно вот эта лопасть, которая заходящая, такая вот, такая штучка выходящая. Вот она как раз дает вот именно самую проходимость, особенно когда вот в жидкой резевой субстанции. В целом, что плюс именно реально ее комфорт. То есть, если у вас туристического назначения, квадрик в большей части там сделан. То есть, для преодоления там таких проводов всяких разных, таких несложных маршрутов. Даже, в принципе, сложно, но придется вам там пару раз размотать лебедку. Ну, комфорт, есть комфорт. И я в этом плане выбрал сторону комфорта, поскольку все-таки это для меня является более приоритетным, нежели проходимость. Вот так вот выглядит она сзади. Не слишком широкая. В то же время, почему я выбрал одной ширины, а не спереди узкая, а сзади широкая? Потому что дело в том, что когда передняя резина разрезает и режет колею, то задняя уже не начинает, задняя новая, а по старой колее режет. Ну, в краткости вот так хотел пробежаться, поделиться своим мнением на этот счет. То есть, кто хочет комфорта, то смело ставьте зилу. Некоторые ставят танги, я ее не пробовал. Сказать про нее плохое я не могу. Хорошая я тоже сказать не могу, поскольку я ее не пробовал. Ну, зилу я уже многократно пробовал, у меня только положительные эмоции от нее остаются. И вот буду кататься только на ней. Ну, в целом, вот такое хардкорное у меня решение по установке огнетушителя. Решил ее повесить таким образом. Многие спросили у меня, а как я буду делать, если потребуется такая же нечто-то святость. Да просто, ребята, просто обрезается и снимается. Ну, как-то так. Свет я поставил вот сюда. У меня подключено на дальнюю балку. А здесь у меня подключено именно на выносе. Может быть, не самое лучшее решение разместить было бы их здесь где-нибудь. Дополнительный свет. Кстати, свет вообще реально шикарно, шикарно. Вот боковой засвет прям вообще шикарнейший дает эффект. Поэтому для тех, кто, в принципе, думает о том, зилу не зилу. Ну, мой совет. Ставьте ее. Комфорт, мягкость, проходимость. Вполне на приемлемом уровне. Всем спасибо. Ставьте лайки, ребята. Ставьте комментарии. Пишите, если вы считаете что-то иначе. Буду читать, отвечать на ваши комментарии. Всем спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. И берегите себя.